Всем привет! Похолодало, я надел курточку. Это значит, что мы поближаемся к северным районам, вернее северо-западным. Сейчас я в рамках путешествия с главным фермерским порталом очутился в старинном и очень интересном городе Пскове. Я сейчас на окраине и буду потихоньку продвигаться к центру, к главным историческим достопримечательностям этого города и потихонечку снимать улицы, рядовые улицы города. Это тоже интересно. Псков Псков – крупный северо-западный город, который расположен по обеим берегам на реке Великой. Областной центр и один из древнейших городов России. Псков сохранил множество красивейших и уникальных памятников архитектуры, самый древний из которых датируется XII веком, хотя город здесь был уже и ранний. По-провинциальному уютный Псков, не перегруженный промышленными объектами, придется по вкусу путешественнику, уставшему от огромных мегаполисов. Псков Псков вырос, как и многие города, вокруг мощнейшей и практически неприступной крепости. За века существования, стоящая на высоком берегу крепость, опоясывалась несколькими кольцами укреплений. Некоторые из них и по сегодняшнее время делят пространство современной цивилизации, и цивилизация приспосабливается к седой старине, не претендуя на ее часть города. Старинные постройки Псков Псков впервые упоминается в летописи под 1903 годом в связи со свадьбой князя Игоря на местной уроженке княгини Ольги. В дальнейшем он находится в зависимости от Киева с XII века от Новгорода. Жители имели статус граждан Новгорода, но в Пскове при этом был свой князь. К концу XIII века Псков фактически стал независимым от Новгорода, а в 1348 году получил независимость и де юре. С 1399 года Псков под властью Москвы, хотя по тем временам город мог еще позволить себе проводить собственную политику. Не очень-то оглядываясь на московское княжеское начальство. И именно XIV-XV века являются рассветом псковского искусства и экономики. К сожалению, рассвет закончился в 1510 году, когда московский князь Василий III ввел в город воинский контингент, и Псков стал частью Москвы без намека на автономию. Почти ежегодно Псков, как пограничный город, подвергался агрессии, но никому не сдался, даже талантливому батолию не удалось взять его. Только Великую Отечественную войну Псков захватили немцы, и он три года был оккупирован. Кстати, с тех пор некоторые здания так и не восстановлены. Великую Отечественную войну Псков Этот выпуск состоялся благодаря поддержке главного фермерского портала Фермер.ру. Фермер.ру – это крупнейший интернет-портал о бизнесе в сельском хозяйстве на русском языке. Ответы на тысячи вопросов фермеров, уникальные обучающие материалы, прямые эфиры из агроэкспедиций, беседы с мастерами своего дела, успешными фермерами, технологами, учеными и их бесценный опыт. Регулярные выпуски на YouTube-канале и широкое общение на форуме портала. Всем, кто интересуется сельским хозяйством, я рекомендую Фермер.ру. Ссылка в описании к этому видео. Итак, еще раз. Теперь я на Рижском проспекте. Это почти что окраина, можно сказать, гордо. Здесь мы сняли квартиру на эти пару дней, которые будем здесь находиться. И сейчас я буду двигаться к центру. Рижский многомашинный и шумный, но параллельно проложена пешеходная дорожка через деревья по зеленой зоне. Это здорово. По ней я и пойду. Ну, это такой типичный советский спальный район. Тут девятиэтажки. Но плюс большой плюс, что много зеленых, высокие деревья. Именно здесь прирастает город. Здесь строятся новыми кварталами. И Псков растет в эту сторону. В общем-то, по сравнению с старыми советскими девятиэтажками, новые дома выглядят предпочтительнее. Вот здесь простенький ларшавтный дизайн. Просто травка и деревья, и дорожки. И, в общем-то, выглядит все это достаточно симпатично. По окраинам Псков многолюден и, в общем-то, высок. Машин много, людей полно на улицах. Я всегда считаю, когда на моем пути появляется кошка, это хороший знак. Боишься, да? А, это маленькая городская кошка. Я продолжаю движение по проспекту Ирскому. Ну, а здесь больше такие советские пятиэтажки. Жизнь оживленная. Но народу много. Прям удивительно. Не такой уж большой город Псков, но здесь по проспекту движется очень много машин и очень много народу. В общем-то, здесь по этому проспекту город, в принципе, не представляет собой ничего особенного. Ну, и вызывает, в общем-то, симпатию, потому что чисто, аккуратные деревья на улицах растут. И, в общем-то, дома, в принципе, в порядке здесь. Неплохое, красивое место возле отеля Ирисского. И здесь установлен памятник княгине Ольге. Княгиня Ольга родилась здесь, в Псковской земле. И это является предметом гордости, между прочим, некоторых псковичан. А памятник этот исполнил Зураб Церетери. Наш такой плодовитый скульптор. И фонтанчики возле гостиницы. Очень красиво. Отсутствие штукатурки на старинных домах – это такой признак художественного оформления этого дома. Ее специально не стали ложить до конца, мне кажется. Таких симпатичных домиков в Пскове немало. Некоторые из них я посмотрю. Ну, а это советский стиль. Вот мост через реку Великая. Через него обязательно пройти нужно, чтобы попасть в центр. Но прямо перед ним первая серьезная достопримечательность – Успенская церковь, если я правильно ее характеризовал. Правильно понял, что это именно она. Церковь здесь была возведена еще в XII веке, но деревянная. А вот в веке XVII построена белокаменная, которую мы сейчас можем лицезреть. Правда, несколько, конечно, измененных с тех пор в виде. Очень красивая церковь. Ее называли переправной, потому что она находилась в месте переправа через реку Великую. Ну, сейчас вместо переправы вот этот мост. Вот эти древние камни, которые сейчас пригождают путь желающим сюда заехать автомобилем, они тоже здесь находятся с древнейших времен. Ну, может быть, не на этом самом месте, но поблизости где-то они лежали. И вот еще характерная звонница. Звонница с пятью, не знаю, как правильно это назвать, местами для колоколов. Отвечает канонам таким Псковского храма строительства, но была построена попозже, чем сам храм. А в храме, кстати говоря, находится или находилась ли икона, которую подарил этому приходу сам Иван Грозный. По крайней мере, так утверждается. Церковь действующая, в ней проходят службы. Ну, а на лужайке перед ней вот сейчас играют дети. Еще пять минут пройдет, все пройдет вообще. Ну, вот следующая достопримечательность. Ольгинская часовня. По преданию на этом месте, овдовевшая уже княгиня Ольга как-то прогульнулась по реке, пришла на это место, и здесь ей было видение. Вот о чем написано вот на этой вот надписи, которая, собственно говоря, нам повествует о том, что было написано на кресте за 1623 год. В общем-то, легенда на легенде, но, тем не менее, она гласит, что здесь княгиня Ольга увидела святое видение, что на том берегу возникнет храм. И вот сейчас мы его видим, храм этот. Тогда этих стен еще не было, ростовского Кремля, они возникли позже. И отсюда открывается чудесный вид на реку. Здесь очень красиво. Видена большая, большая часть Кремля Псковского. Протяженная его стена. И лозунг, в общем-то, который достаточно уже известен, Россия начинается здесь. Ну вот, так псковичи считают, что она начинается здесь. На самом деле, Псков был очень часто приграничным городом и сейчас находится недалеко от границы. А вблизи берега отдыхают многочисленные утки. Много их здесь. А вверху играют дети. Ну и вот изображена сама Ольга. Сама часовня Новодельная в 2000 году, она была построена. Но, тем не менее, место это достопримечательное. И напротив вот есть гостиница Ольгинская. И чуть подальше Ольгин крест. Место, где Ольга привлекла возникновение вот в этих местах славного ограда, который потом назвали Псков. И еще раз Успенский храм с лицевой его частью. Вообще, на самом храме надпись 1521 год. Ну, видимо, действительно так и есть. Я немножечко даже ошибся, можно сказать. Я попробую зайти в него, если не буду тугаться. Сейчас тихо и никого нет. С моста открываются далекие виды на другие места в городе. На другой мост. По всей видимости, прогулочный теплоход. Кремль, конечно, требует отдельного рассказа. И я не знаю, успею ли сегодня туда во все попасть. Хотелось бы очень, конечно. Но уже время к вечеру. Власть паштой Кремля, и уже она одна создает впечатление определенное. А внутри Кремля там очень-очень много интересного всего. Центральная площадь, площадь Ленина. А здесь, в центре площади, Псковский государственный университет. Ну, и, соответственно, кто здесь может еще стоять? Кроме этого товарища, который как-то подбочедился. И сейчас я даже не знаю, куда пойду. Пойду, наверное, налево. Псковский Крем. По-псковски зовется Кром. Все-таки меня тянет к нему. Хотя я понимаю, что его многократно снимали. Снимали специальные художественные и, естественно, научно-популярные фильмы. Ну, я не знаю, нужен ли я здесь со своими записями. Но то, что Кремль нужен мне, нужен для понимания Пскова, это безусловно. Итак, я внутри Кремля. На входе есть касса. Но эта касса не для посетителей, а для экскурсоводов. Для того, чтобы провести экскурсию по Кремлю, экскурсоводы должны заплатить денежку. Ну, а на другой стороне построены вот такие вот дома. Я сказал бы, таким с немецким колоритом. Псков на пересечении торговых путей, на пересечении культур. Здесь есть элементы различной культуры. Еще раз. Собор. Колокольня, которая сейчас не видна как следует из-за реставрации. И я иду дальше. У меня есть еще немножечко времени светлого дня, чтобы поснимать Псков. Здесь, по всей видимости, располагаются гостиницы, рестораны. И вот такой красивый мост. Вообще, эта набережная первоначально носила название американской. И с таким названием процессовала более века. В 1949 году ее переименовали советскую. Ну, а не официальное название этой набережной, этого красивого места, называется Золотая набережная. Домики эти были восстановлены в 2000-х годах по старинным открыткам, которые изображали этот, в общем-то, прекрасный уголок Пскова, как место отдыха. Мы видим, уже темнеет. Скоро мне нужно будет возвращаться в свою гостиницу, вернее, квартиру. Но еще несколько кадров все-таки я сделаю. Да, я был прав, здесь в основном гостиницы, рестораны и комнаты, в наем. Хотя вот с другой стороны этого здания, где ресторан, стоматологическая клиника. Я же пройду еще немножечко. Здесь масса интересных, красивых домов. Просто одно наслаждение, просто гулять сединив. Даже не очень-то узнавая, что это за дома, потому что, собственно говоря, не очень-то есть время для этого. Церковь Козьмы и Демьяна тоже старейшее здание в городе. Вот эта версия, это 1600 какой-то там год, я, к сожалению, сейчас точнее не вспомню. И мы видим, что оно вновь реставрируется и реставрируется, находясь в частности, поблизости. Что это, я даже не знаю, что здесь. Это церковь, а до нее, естественно, была тоже церковь, но взорвалась вместе с порохом, который в ней хранился. А до этого была деревянная церковь, которая тоже была разрушена. Огоньки уже вечерние. Это хорошо, что город подсвечивается. Не будет виднее, что снимать. Большой уютный скверик. Есть в нем одна достопримечательность. Не историческая, но имеющая к истории отношения. Это вечевой колокол Псков. На виду с Новгородом был очень демократичным городом. В нем проходили вечевые собрания, на которых решались важнейшие вопросы устроения жизни в Новгородской, ой, в Псковской, извините, в Псковском княжестве. Все кончилось, когда власть на Псковом полностью перешла к Москве. С тех пор плечевой колокол вот здесь только в качестве небольшого такого памятника и никакой надписи по этому поводу здесь нет. Вот здесь сбоку еще одна церковь состоялась. Но я не вижу отсюда, какая она. И по карте почему-то тоже не отмечена она. А, видимо, церковь-то тоже древняя. Не знаю почему, но сейчас Псков приобрел совсем другие очертания, другие окраски. Вот это темнеющее небо и зажженные фонари. Но еще не темно. Осень интересная какая-то атмосфера появилась. Принеслась. Кроме самих древних, здесь немало и домов вот 17-го, 18-го веков постройки. Они здесь сплошь и рядом. Чтобы походить по Пскову и хорошо посмотреть его архитектуру, древнюю, не очень древнюю, нужно не один день. А у меня же есть всего лишь несколько часов, к сожалению. Походу здесь вот такие башни даже и за памятники старины считают. Хотя вот явно древняя башенка. Может быть даже 18-го века, хотя, скорее всего, 20-й. Я иду по улице Леона Поземского. Эта улица как бы второстепенная, не основная такая туристическая. Но здесь тоже немало интересного. И сейчас идет ремонт дороги, насколько я понимаю, и машин нет вообще. Классно по ней прогуляться. Музей-заповедник палаты Постниковых. Постников был купцом, богатейшим купцом Пскова. И приблизительно где-то в 18-м, нет, в 17-м веке эти палаты были построены. Здесь было его поместье. Здесь жили Постниковы, которые ни в одном поколении занимали такие важнейшие позиции в иерархии, так скажем, Пскова. В начале 18-го века здания пришли в собственность Василия Постникова, который занимал должность псковского бургомиста. Ну вот, а теперь здесь музей-заповедник. Сейчас, конечно, уже закрыто. Стремительно темнеет, и не так уж много мне удастся неподсвеченные здания снять. Еще один замечательный памятник церковной архитектуры. Церковь Воскресения Господня. Тоже с характерно вынесенной звонницей вот такой. И датируется она 1532 годом. И последняя, наверное, на сегодня церковь для меня. Здесь в Пскове церковь Варлаума на Званице, 16 век. Поскольку она белокаменная, его сейчас неплохо видно при последних лучах света этого дня. Церковь тоже красивая, но не очень-то ее можно посмотреть сблизи. Сейчас я попробую отойти немножко подальше. Здесь ремонт происходит, и затруднен осмотр. Вот такая приземистая церковь основательная, тоже со звонницей. Очень красивая. Подаль фундамента тоже чего-то древнего разрушенного. Может быть, часть подпорной стенки, не знаю. Я пойду сейчас оттуда к башне. Похоже даже на какой-то крепостной бастион. Не знаю, так ли это. Ну, а вот церковь во всей своей красе. И рядом тоже очень красивое здание. Наверное, тоже принадлежит церковь. А точно это была одна линия укреплений. Вот ее продолжение уже отреставрированное. И здесь Варламовская башня располагается. Вот так ее красиво восстановили. Вот уже и камера отказывается фокусироваться. Наверное, на сегодня я буду заканчивать съемки. Завтра у меня будет еще немножечко времени. И я буду вновь снимать Кремль. А сейчас, наверное, спокойной ночи. Хотя пару кадров еще сделаю. И возвращаюсь я назад. Той самый золотой набережной, о которой вел разговор немного ранее. Вот она сначала американская, потом советская, а вообще золотая набережная. Вновь возвращаюсь по Ольгинскому мосту. Сейчас еще последний взгляд на Кремль. И, наверное, поеду обратно на автобусе. В темноте видно только церковь, главный собор. И надпись «Россия начинается здесь». Новое доброе утро в Пскове. Доброе, несмотря на то, что погода не очень. У меня есть где-то час примерно, чтобы погулять еще по городу до моего отъезда. И я немного пробегусь. Опять же, все-таки по центру на окраине не особо есть время, к сожалению. Сейчас я возле моста нахожусь. Это что здесь у нас? Бизнес-центр Ульгинский. Здесь еще есть воскресенская часовня. И какие-то старые здания. Вот что это такое. Не вот ты и поймешь. Так, ну что ж, перейду по мосту и немного погуляю по центру. Рыбачки рыбачат. Подпорная стенка набережная. Это, в общем-то, как бы продолжение стены Кремля, которую я поснимал ранее. И сегодня я от площади Ленина пойду направо. Вот так вот здесь оформлена елка и гномники живут под ней. А рядом, на площади, Владимир Ильич стоит, мог под дождем. Пройдусь по улице Советской. Здесь нас ждут непосредственно советские здания. Ну, и древние церкви тоже присутствуют. И современные памятники. И архитектура тоже есть. Вот, если не ошибаюсь, церковь Михаила и Гавриила, которая еще в 14 веке, первая версия ее была построена. Ну, нынче можем любоваться этим произведением искусства. Красивая колокольня над вратами. Вообще, очень интересная архитектура. Псковский стиль, друзья мои. 1795 год стоит на фронтоне этого дома. Интересная архитектура с аркой для проезда. Ну, мне проехать не нужно. Чем я сейчас прохожу просто ногами. Естественно, у каждого этого здания, особенно церквей, есть огромная за ним история. Возле каждой можно стоять по полчаса, как минимум. И слушать рассказы о ней, что происходило, как она воздвигалась, какие изменения были. Но для этого, конечно, нужно бесконечное числовое мнение. У меня же всего лишь сейчас осталось, ну, в районе часа где-то. Красивый ряд домов европейского стиля такого. И рядом парк, и в нем памятник княгине Ольге. Быстро прохожу здание современного ЦУМа. Некогда останавливаться, и подхожу в памятник княгине Ольге. Одна из первых книгинь, которая была крещеная, приняла христианство в Византии, и потом пыталась своему сыну Святославу его тоже привить. Но на полчаса не получилось. Красивое советское здание Дома Союзов. Они, вот из Дома Союзов, в разной степени похожи в разных городах. И еще одна красивейшая, это старинная церковь. Церковь Святого Николая 16 веком. Она датируется очень красивое здание. Характерно в таком псковском стиле. Разумеется, я не обойду все достопримечательности Пскова. У меня очень мало времени на это. Требуется, наверное, неделя, чтобы более-менее проникнуть в Псковом. У меня же сегодня несколько часов. Но этого достаточно для знакомства и для понимания того, насколько Псков интересен, величественен и значим для истории. По-моему, здесь располагается Псковская епархия, если я ничего не перепутал. И на территории есть здание, которое не до конца восстановлено. Тоже старинное, церковное, насколько я понимаю, здание. Таких зданий здесь немало. Не все здания восстановлены со времен Великой Отечественной войны. До сих пор, представьте себе. Да, такая печальная история города Пскова. Он постоянно подвергается каким-то нападениям, частичным разрушениям, но возрождается, как птица Феникс из пепла. Очень красивое здание бывшей духовной семинарии. Сейчас здесь храм находится и федеральное государственное бюджетно-образовательное учреждение Всковский государственный университет. Вот как-то так. Логично тут же воскресная школа в одноэтажном домике. Мне такие одноэтажные домики очень нравятся, когда они в городах есть. Если мы посмотрим налево, то тут современное здание банка ВТБ и осталось здание деревянной конструкции с каменным полуподвалом. Интересное здание большое. Софья Перовская. Террористка, по-моему. Но думаю, что она не одна жила в этом доме. Здание не очень старое, но с большой историей. Вот здесь, в этом здании, неказистом была открыта первая телефонная станция в городе Пскове. Это важно. Для кого-то это тоже история. Советская баня номер один. Отлично реставрировано здание отделения государственного банка. Красиво. Это реставрируется. Реставрация, по-моему, здесь никогда не заканчивается. Со времен окончания войны идут и идут. Дом Тропина 1889 года здесь реставрируется. А напротив вот осталась только половина первого этажа от исторического здания. В городе очень много военных. Тут и там видишь десантников. Вчера мы видели, как маршировали строем с автоматами эти парни. Ну, и здесь, собственно, внезапная часть находится. Довольно-таки известная. Вот уже обреставрированный дом. Наверное, советской эпохи. Или построен с нуля. Здесь не очень-то понятно. Банки тоже очень любят располагаться в старинных зданиях с толстенными стенами. Вот этот домик стоит не очень в хорошем виде. Хотя он красивейший, с балкончиком. 19 век, наверное. А может быть и раньше. Молодцы купца Меньшиков к этому зданию я целенаправленно нашел. Старинное здание 17 века. Советское здание Облпотребсоюз. Вот просто симпатичные, отреставрированные здания. Приятно проводить по улице Советской. Будете в Пскове обязательно походите по ней. Здесь множество интересных объектов. И вот такие здания позднего советского стиля здесь тоже присутствуют. Красивые перекрестки. То ли в Голландии ты находишься, то ли в Германии. И чем дальше идешь, тем интереснее для тебя становится город Псков. Жаль, вот говорю, что я не недельку здесь задержался. А чуть. Всего лишь на пару часов. Друговые улицы тоже весьма интересны. На них встречаются великолепные, красивые здания. И к каждому, блин, ну, хочется подойти к каждому, но некогда, к сожалению. Вот еще одна красивая церковь. Это церковь Успения Пресвятой Бога улицы и выполнена с элементами классицизма. Берега еще одна историческая улица. Хотелось бы вот вообще на каждой из них походить. Это улица Калинина, тоже весьма интересна. Вот, наверное, по ней я возвращусь. Про каждое из этих зданий можно долго рассказывать, но времени на это нет. А за каждым из них огромная история. То растение, которое у нас называется куильский чай, лопчатка, здесь тоже в качестве декоративного высаживают. А, между прочим, можно заваривать неплохой напиток. Из него, кто не знал, это вот так как вступление. Мы видим здесь вот дорожки велосипедные тоже отдельно есть. Во многих местах Пуцкова я их замечал, но особо не снимал. Вот, пожалуйста, есть. А для Пешкодова другая. Сад этого здания я снимал. А вот задний вид, ну, тоже весьма хороший, потому что он выходит, в общем-то, на другую улицу. Вот, красная тоже линия, так называемая. И написано, что баня купеческая. А знатоки города Пскова в каком году построено это здание, кто знает. Я вновь вернулся на Советскую. Покажу с другой стороны сквер, где стоит памятник святой Ольги. И здесь есть еще одна древняя церковь. Я хотел ее посмотреть тоже. Подойду к ней. Это церковь Василия Великого на Горке. Характерная псковская архитектура. Я уже начал ее узнавать и привыкать к ней. Там 15 века. И хочу отметить, что почти, ну, по крайней мере, возле значительных достопримечательностей есть вот такие вот информационные доски с пиар-кодами. можно навести и посмотреть подробности об том или ином здании. Ольга смотрит на город, возникновение которого она предвекла. Святой равноапостольной великой княгине Ольге. Интересно, кто это мальчик рядом с ней. И это мальчик рядом с ней. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!